В эфире телеканал Авидное ТВ новости Ленинского городского округа. В студии Екатерина Коваленко. Здравствуйте! Вот главные темы выпуска. Юные жители Ленинского округа получили свои первые паспорта. Это очень важный этап в моей жизни и я стану немного взрослее. Выбираем елочку. Сотрудники администрации муниципалитета проверили новогодние базары. Для того, чтобы понимать, что ты приобретаешь качественный товар на объекте, во-первых, мы должны понимать, что это законная продажа. Очередной, на этот раз праздничный выпуск проекта «Стихи живут повсюду». Ах, какой хороший! Добрый Дед Мороз! В торжественной обстановке глава Ленинского округа Алексей Спаский вручил шестерым юным видновчанам документы, удостоверяющие личность. На мероприятии побывала наша съемочная группа. Подробности у Натальи Буслаевой. 14-летняя обладательница первого паспорта Арина Болгова учится в кадетском классе видновской школы номер 11. Рассказывает, что выбрала это направление из-за возможности носить форму. Мне просто очень понравилось, как выглядят люди в форме. И это какая-то немножко другая ответственность. Ты чувствуешь себя более взрослым, у тебя еще больше ответственности. Это очень красиво. Для меня получение паспорта – это возможность почувствовать себя полноценным гражданином России. И я считаю, что паспорт может дать нам много новых возможностей. В торжественной обстановке глава Ленинского городского округа вручил шести юным гражданам их первые паспорта. Это очень важный этап в моей жизни. И я стану немного взрослее. Поэтому, с одной стороны, мне немного грустно, потому что я стану старше и уже более самостоятельно. Но, с другой стороны, это обязательный этап в моей жизни. Для родителей этот день тоже стал праздничным. Ведь их дети уже не просто школьники, а ответственные граждане Российской Федерации. Для меня это очень волнительный день. Это такая дверь в новую жизнь, в новую реальность. Ребенок становится более самостоятельным. Ребенок уже пришел к выводу, что он сам теперь будет принимать решения. Теперь ребятам предстоит поменять документ по достижении 20 лет и в 45, как это совсем недавно сделал Алексей Спасский. Я вот 10 дней назад получил, наверное, свой, надеюсь, последний паспорт, который полагается поменять после достижения 45-летнего возраста. А у мальчишек и девчонок сегодня день, когда они получают свой первый. Я никак не сомневаюсь, что у вас впереди еще такой яркий, насыщенный жизненный путь, в котором будет большое количество вопросов, на которые надо отвечать, решений, которые надо принимать. В это время новогодних праздников глава муниципалитета пожелала юношам и девушкам, несмотря на большой шаг во взрослую жизнь, продолжать верить в сказку и чудеса. Наталья Буслаева, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ. Настоящий момент, когда проводится специальная военная операция. Особое внимание направлено на поддержку семей мобилизованных граждан. В Ленинском округе создан клуб женщин, чьи близкие сейчас находятся в зоне боевых действий. Слово Максиму Козлову. Первая встреча клуба семей мобилизованных граждан прошла в одном из помещений кинотеатра «Искра». Директор МАУК ВДК Павел Русаков является депутатом Совета депутатов, а значит имеет определенные речаги и возможности в решении тех или иных проблем. Мы знаем, что есть проблемы. Проблема начисления заработной платы, есть проблема пересылки гуманитарной помощи, есть проблема пересылки именно помощи от жен. Эти вопросы все на сегодняшний момент также на контроле администрации. В Ленинском городском округе порядка 270 семей, где сыновей, отцов или мужей мобилизовали для участия в СВО. На этой встрече присутствовало лишь несколько человек, но основные направления работы были обозначены. Кроме того, организаторы клуба заручились поддержкой главы Ленинского округа Алексея Спасского. С Алексеем Петровичем мы тоже на эту тему поговорили. Главное не допустить снежного кома, то есть все структурировано строим и постепенно решаем, чтобы они не аккумулировались, а потом все упали разом, а чтобы это все потихонечку решалось. Нерешаемых вопросов я там не услышал ни одного. Все вопросы решаемы. Спектр различных вопросов действительно широк, но любую проблему можно решить. Главное – желание обратиться за помощью. Жены переживают достаточно сложно, немногие хотят обращаться за помощью, многие боятся, считают, что они сами могут. Мы же все сильные, мы же все можем сами, а по факту они делают, но эмоционально выгорают. Планируется, что клуб семей мобилизованных граждан будет собираться еженедельно, и организаторы приглашают принять участие в его работе и тех, кому необходима помощь, и тех, кто готов ее оказать. Люди чувствуют, что есть поддержка. Это основной момент, чтобы они чувствовали эту руку, то, что они не брошены, не забыты. Понятно, что мужья их сейчас исполняют долг перед Родиной. Я, ну, скажем так, остался доволен и получил хорошее впечатление, в первую очередь, от того, что был диалог, да, конструктивный диалог, положительный. Их всех услышали, да, все их проблемы услышали, и где-то там и пошутили, и посмеялись, поэтому будем продолжать. Организаторы надеются, что в скором времени клуб станет некоммерческой общественной организацией, а значит, возможности его участников, в том числе юридические, значительно расширятся. Максим Козлов, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ. Сотрудники администрации муниципалитета проверили елочные базары. Работа точек по продаже новогодних деревьев в самом разгаре. На какие виды лесных красавиц эксперты советуют обратить внимание, узнала Юлия Погосян. Свою работу елочные базары начали еще в середине декабря. Сейчас на территории Ленинского городского округа 20 официальных точек продажи новогодних деревьев. Список размещен на сайте администрации муниципалитета. Незаконная торговля запрещена. Деятельность таких ярмарок пресекается полицией. Специалисты рекомендуют обращать внимание на наличие необходимых документов. Для того, чтобы понимать, что ты приобретаешь качественный товар на объекте, во-первых, мы должны понимать, что это законная продажа, это основание размещения елочного базара, это обязательно наличие самозанятого либо индивидуального предпринимателя, либо наличие юридического лица. И что немаловажно, точнее, наверное, самое главное, это наличие акта о том, что эти елки появились здесь совершенно легально. Они были для этих целей выращены, для этих целей они были вырублены, для того, чтобы радовать наших жителей. В этом году наибольшей популярностью пользуются отечественные елки. Средняя стоимость такой – около двух тысяч рублей. Присутствуют на рынке и иностранные деревья. Они любителям живых растений в среднем обойдутся в восемь тысяч. Это датская, датская пихта. Тоже приходят, смотрят на нее, засматриваются, обещают прийти в будущее. Ну, честно говоря, если человек хочет праздника, то это, конечно, очень красиво даже есть. С учетом того, что как она будет смотреться в интерьере, да, наверное, оно стоит того. Такая елка простоит не меньше двух недель. А вообще при правильном уходе любому дереву можно продлить жизнь. После ледяного дождя она себя растаяла, раскрылась, опустилась и напилась водой. То, что снег с дождем, который был, растаял. Гололед. Может, выводить, что вода, да, необходима? Конечно, конечно, необходима вода, а для цвета и стойкости ей продаются еще удобрения. Каждый владелец елки в силах подарить ей вторую жизнь. Дерево можно будет утилизировать. Для этого в Ленинском округе сразу после праздников появятся точки сбора использованных новогодних красавиц. Юлия Погосян, Александр Логинов, Ирина Кошелева. Видное ТВ. В очередном предновогоднем выпуске совместного проекта историко-культурного центра и телеканала «Видное ТВ» «Стихи живут повсюду» приняли участие воспитанники дошкольного отделения школы номер 7. Ребята прочитали стихотворение Сергея Погорельского «Ах, какой хороший дедушка Мороз». В детском саду «Ромашка» все готово к встрече Нового года. В каждой группе установили и нарядили елку, иногда и не одну. Украсили окна. К декору отнеслись со всей серьезностью. Все хотели победить в конкурсе «Снежная сказка на окне». Каждая группа в течение месяца вместе с родителями активно готовились к этому конкурсу. Самое главное, что приняли огромное количество родителей участия в этом конкурсе. Родители рисовали, родители делали с детьми поделки. В основном стекла украсили яркими новогодними рисунками, но нашлись и неординарные решения. К примеру, одну из групп декорировали вот такими резными узорами из бумаги. А еще воспитанники детского сада «Ромашка» приняли участие в совместном проекте «Историко-культурного центра» и «Видное ТВ. Стихи живут повсюду». Учить и декламировать стихотворения для ребят привычное дело, но для телевидения они это делают впервые. Ах, какой хороший, добрый Дед Мороз, елку нам на праздник из лесу принес. Огоньки сверкают красный-голубой, Хорошо нам, елка, весело с тобой. Мы убрали елку в праздничный наряд, Огоньки на веточках весело горят. Каждый пустит у елки, С пляжа ты споет, Весело мы вместе встретим Новый год. Для праздничного предновогоднего выпуска проекта выбрали стихотворение Сергея Погорельского «Ах, какой хороший Дедушка Мороз». Хотим, чтобы люди на нашей земле, в нашей стране были чуть-чуть, но счастливее от того, что они смотрят на наших милых детей, которые красивые, улыбаются, которые еще не знают, что такое тревоги, проблемы. И они счастливы от того, что они читают эти стихи. В следующем году проект обязательно продолжит свое триумфальное шествие по организациям и коллективам Ленинского городского округа. Ведь каждый его выпуск наглядно демонстрирует стихи, действительно живут повсюду. Екатерина Борисова, Сергей Ларин, Елена Кошлева, Видное ТВ. И это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Коваленко. До новых встреч!